Девчонки, благодаря своему проекту «Исполнчик-конфетку» я многое пересмотрела. Я поняла то, что питание, упражнения можно уместить в 3-5 видео. Но я думаю, что многим очень интересно посмотреть на мою жизнь за шторкой. И вот это вот видео, которое сейчас вы увидите, я хочу показать вам немножко кусочек своей жизни. Как я живу, как я развлекаюсь, что мне интересно, на что я обращаю внимание. Я думаю, что вам это будет очень интересно. Но самое главное, я вам хочу показать о том, что у меня произошла трансформация моего сознания. Я думаю, что многие, когда находятся на отдыхе, распускают себя в хрысь, позволяют себе абсолютно всё. Но очень важно. А потом происходит у нас ломка. Кто-то возвращается, кто-то не возвращается. И благодаря вот этим видео, которое я сейчас вы смотрите, в дальнейшем вы будете смотреть, я показываю вам свою жизнь, насколько у меня произошла трансформация, что у меня происходит в моей жизни, как я себя держу в руках, когда я приезжаю с отпуска, что я позволяю себе в отпуске. Я сейчас приехала в один из таких торговых центров, где очень крутые подделки. Твою мать! Мы с вами входим в парк развлечений. Сделайте потише, будет много клик. Я ничего не боюсь. Ничего, кроме горки! И чуть не умерла. Мы с Юрой Казу поставили такие условия, что на питание мы отложили 10 долларов. И сейчас мы хотим попробовать, умрем мы здесь или не умрем. Ну что, пробуем, что мне принесли. Стоит 25 юаней или 3 доллара. На запах и на вид она отличная. Блин, у нас, я не знаю, в Украине, там на 90 бюл. Только на помилке поешь. А здесь курица. Блин, она вкусная, реально вкусная. Лапки. Я еще раз перехрещусь. Да что? У меня аж волосы стали дыбом. Твою мать! Блин! Твою мать! 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 Жизнь моя теперь не будет прежней Такое впечатление, что я ем чей-то носок Как хлебушек пахнет Я поспорила с Юрой, ребята, что я это съем Ну как съем? Обглотаю косточки Оно острое, у меня все горит Дальше Это есть нельзя Это нельзя есть Я ела тараканов, прусаков Там вкус был намного приятнее Бананам, попка тараканам Как прям жареный банан Просто мозги клинят И ты второй раз уже не можешь съесть Но здесь мозги не клинят Но ты в принципе это есть не можешь Потому что здесь нечего есть А сейчас мы с вами сходим в парк развлечений Сделайте потише, будет много клиентов Молодые Я беру Всем просто 的人 Мой Долго И Ты Можё Бает Боб Так, я уверена в том, что как и меня, и вас, и всех, и многих, интересуют цены на качественную подделку. И вот я сейчас приехала в один из таких торговых центров, где очень крутые подделки. Время сейчас узнаем, качество сейчас узнаем. Вот этот оригинал, он стоит 470 долларов. Ой, не вот этот оригинал, а оригинал стоит 470 долларов. Вот эта кофточка стоит 30 долларов. Эта подделка, именно подделка низшего качества, потому что вот этот принт, он деревянный такой, а само качество кофты, наверное, из пластика сделано. А буквы предпечатаны... Как будто я дома нарисовала, то есть кустарное производство. А вот у нас Филипп Лэйн, тоже подделка. Сколько она стоит? А вот здесь вам. О, еще подделка. Просто вот не влезла буковка. Не влезла. Ну ничего, сколько она стоит? 50 долларов. 50 долларов. Нихера себе. И обратите внимание. Вот этот оригинал стоит темнота. Арманы, да? Джо, жерманы. Гуччи. А, Гуччи, да? Темнота, да. Темнота, только тут не Гуччи. Тут Паба Анджоли Анджоли. 15 долларов. И вот вам, кстати, отличие. Вроде бы это никакая не подделка. Я не знаю, какой фирмы. Но стоит эта кофта 40 долларов. Ткань на ощупь. Не пластик. Здесь очень круто пропечатаны буквы. Вот этот принт, он очень мягкий. Он не пластиковый. Для всего лишь 10 долларов отличие. И очень мягкая кофта. Очень приятная на ощупь и активная. Это самое главное, вы не слышите этот запах. Запах. Клея, клея. Откройте баночку клея. Moment. Нюхайте. Вот тоже штучки. Штучки-дрючки. Ботинки, касающие под Adidas. Они здесь стоят 30 долларов. А Adidas сколько там? 100 долларов? 500. 500 долларов. Ну, я вам так скажу. Они реально отличаются. Первое, чего. От подошвы. Тут, конечно, такая подошва. Можно убить ей человека. Потом вот эта ткань. А самое главное, вот эти проклейки, швы, строчки. Вот тут куча всего, оно и отличается. Здесь подошва такая, деревянная и деревянная. А там она такая, миленькая классная. Девчатка Фэнди. Такая, знаете, как на толстеньких дамочках, леопардах и штынишке. С дешевой синтетикой. 20 долларов стоит. Вот смотрите. Кроссовки. 20 долларов. Вот видите, как я копаю с проклейкой. И отпечатка. А на мой счет, это вообще беда. Ну, наверное, я не буду оригинальной или чем-то отличаться. Я тоже думала, что я приеду в Китай и куплю подделку, качественную подделку, упомяну, за... Практически бесплатно. Как же я... Разочаровалась в том, что оказывается, не все так гладко и не все так просто. Качественная подделка стоит до хера денег. А кустарное производство я и у нас могу купить. Но я не покупаю. Спрашивала пуховики. Вот такого качества шикарный. Как вы думаете, по цене такие же самые, как и у нас? Да, одно отличие только в том, что здесь больше разнообразия цветов. Ты можешь... По дизайну много разнообразия. Ты можешь выбрать какой угодно. У нас черный, белый, серый. Все, все такое колхозное. А здесь плюс в том, что ты можешь выбрать розовый, фиолетовый, с цветочками, без цветочков. А цена один в один. Ну, значит, девочки, какие мы выводы сделаем? Я еще не заработала на оригинал. И мне еще никто не подарил оригинал. Но я люблю покупать обычные вещи хорошего качества, неизвестных брендов. Для меня очень важно это, чтобы эта вещь была приятная на ощупь. Чтобы, когда я ее одевала на ноги, она не гнулась непонятно как. Чтобы не было кустарного шва какого-то. Поэтому для меня очень важно не чувствовать себя внутри пустышкой. Потому что я, когда я вижу девочек, которые нацепляют на себя бренды, фу, 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 сразу же. Но не можешь ты заработать. На соседей тогда. Ну, это шутка. Но тогда не покупай вот эти вот поделки. Для чего это? Для меня непонятно. Может, вы расскажете. У нас есть с вами, девочками, несколько путей для брендовых вещей. Первый путь стандартный. Второй это украсть. Но мы этого делать не будем. А третий путь это заработать. И мы зарабатываем каждый по-разному. Я для того, чтобы достичь какого-то своего желания, потому что бывает клини, да, какой-то вещи, на то, что я работаю, я придумываю проекты, я развиваюсь как личность, я развиваюсь как тренер, я рассказываю вам. То есть очень много путей для зарабатывания денег есть. Самое главное, что для меня вечности становится это. Я хочу и все. Нет, что ли. Я ничего не боюсь. Ничего, кроме горки. Я еще туда не пришла, но я уже при оборочном состоянии. Сейчас будем кататься, но вот иди. Какого хера непонятно. Как бы их так, что не страшно. Я не знаю, что ли. Какое ж я, какие-то люди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 химичная, потому что я думала, что это молоко, а я не знаю, в принципе, что это такое, потому что я не знаю состав. Теперь попробуем их смузи. На вид совершенно не смузи. Просто обычное молоко. На вкус молоко. Ой, на вкусный запах. Как будто там желейные конфеты с молоком вперемешку. Явно не смузи. Это явно не смузи. И даже не йогурт. Вот фрукты. Смотрите. Это фрукты. Фрукт. Тут же написано фрукт смузи. В моем понимании должны быть фрукты. Сейчас будем покупать в метро жетон. Сейчас я вам покажу автомат. Желтая, пересадка на фиолетовую. Сейчас в мире происходит очень много терактов. Когда я была в Москве и в Питере, и в Украине, в Киеве, там стоят вот эти хери. Она проехала, сумка и все. А в Китае, как вы видите, там сидит человек, реальный человек сидит. Есть, как в аэропорту, есть экран, и где оператор отслеживает каждую сумку. И если в действительности он найдет бомбу, что же наше правительство будет делать? Возьмет сумку и будет бежать среди людей? Или как? Или он ее съест, эту бомбу? Что будет? А мы не рассчитывали, что будет бомба? Мы просто так для отпугивания поставили, да? Или как? А вот что будет. И вот я хочу вам показать, вот оператор, который сидит, он отслеживает, каждую сумку, реально отслеживает, живой человек. А вот это вот сейф для бомбы, Юра говорит, что если вдруг вы наш... чувак нашел бомбу, туда кидают ее, закрывают и все. А у нас что будет? Побежит среди людей. Шкура, легкие печень и коровьи желудка. И пробовать коровьи патреха. Если ты в Гонконге и у тебя всего лишь на день 100 долларов, значит, ты можешь жить в лишних условиях и голодать. Либо вот эту гадость есть. Я посмотрела, Сюра, смогу ли я зайти вот так вот в Джорди Армани. Это два кусочка хлебушка, которые стоят 3 доллара.